Неподалеку от остановки Юбилейная на проспекте 60-летия октября вечером в воскресенье погибла женщина, переходившая дорогу в неположенном месте. Горожанка попала сразу под две иномарки. Трагедия произошла за полчаса до полуночи. Первым хабаровчанку на проезжей части не заметил 27-летний шофер Тойоты Плац. Молодой человек ехал в сторону южной части города и собирался свернуть на развязку, ведущую в первый микрорайон. По рассказу автолюбителя, получившего водительское удостоверение всего год назад, человека на дороге он увидел в последнюю секунду. Удар был чудовищной силы. Шокированный водитель Плаца, придя в себя, кинулся к пострадавшей. Помочь чем-либо ей он попросту не успел. Через несколько секунд после первого наезда горожанка стала жертвой второго. Шофер красной Мазды фамилии ехал в том же направлении, что и водитель седана. Он говорил, что слишком поздно заметил уже лежащую на асфальте женщину. О том, что сбил человека, 22-летний молодой человек узнал лишь когда вышел из машины. Мы получается на поворот идем, а не как бы то, что огородки, ну то, что предупреждающего знака никакого не было. Мы едем, смотрим какое-то препятствие, как пакет лежит в сторону и не успели, зацепили, выходим. Для того, чтобы медики скорой помощи могли полноценно констатировать смерть женщины, пришлось обратиться к спасателям. Их вызывали для того, чтобы приподнять Мазду. Судьба водителей, ставших товарищами по несчастью, пока не ясна. Все будет зависеть от того, кто из них причинил женщине травмы, несовместимые с жизнью. Судя по повреждениям Тойоты Плац, смертельным вполне мог быть и первый удар. У обоих шоферов не было страховки и знаков, предупреждающих других участников движения о том, что иномарками управляют начинающие автолюбители. И тот, и другой продули тестер с нулевым результатом. А вот анализы на наркотики дали положительные пробы у обоих. В первом случае найдены следы канабиоидов, во втором – спайсов. Личность погибшей не установлена. При ней не найдено ни документов, ни телефона. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Виталий Викслер.